Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас уборка на моем месте, где торговый комплекс Сибирь. Начала убирать и потом только вспомнила, что надо показать. Смотрите, какой Коля устал. Он стоял под искусственным освещением. Сорт Джильда. Да, по-моему, Джильда, да. Да, Джильда. И у него проявления такие, знаете, свекольные бордового пигмента появились под искусственным светом. Очень интересные. Сам на себя совсем не похож. Еще один сорт Барнингуш. Но это я просто так хочу вам к слову сказать, что от света очень зависит проявление пигментации в растении. Вот как-то вот так вот. Это Raspberry Raffles сорт. Посмотрите, его совсем другой вид. Ну, эти цветочки, естественно, все обрываются. А вот я имею в виду, на листьях какой пигмент появился. Совсем другой, не такой, как на улице. То есть вот это вот хамелеончатость таких очень пигментированных растений, которые цветные листья. Посмотрите, какой стал. Under the Sea Lime Shrimp. Какой он стал интересный. Ну, конечно, когда знаешь натуральную краску колиуса, уже, естественно, это как бы кажется некрасивым. Но все равно это необычно. Необычное проявление. Ну, все. Сейчас мы этот весь беспорядок убираем, все моем и будем менять экспозицию. Нет, еще вот этот невозможно не снять. Это у нас Alabama Sunset. Посмотрите. Ой, как же так видно-то, что было хорошо. Вот. Он прям, он прям вот вообще сиреневый стал. Смотрите. Вот. Прям некоторые листики сиреневые. До чего изменяется окраска. Выходят на первый план те пигменты, которые способны фотосинтезировать вот именно под таким спектром. Здесь же у нас лампы светодиодные холодного спектра. И, ну, длинный волн, какие они излучают, позволяют нам видеть те пигменты, которые мы не видим под другим, под солнечным светом, под натуральным. Там выходят на первый план совершенно другие вещества. А здесь вот проявляются такие. Я не знаю конкретно какие названия. Ну, в общем-то, я думаю, это и не нужно вам. Главное, эффект. Вот такой вот стал Колиозаурус. Именно по окраске. То, что он стал страшно, это понятно, что он, конечно, ему здесь. Ну, вот проявление вот такой вот окраски у него появилось. Не сфокусировать, обе руки заняты. Вот. Так, что у нас там еще осталось? Осталось у нас доктор Ву. Тоже интересное. Сейчас я покажу, достану его. Так, ну, доктор Ву просто взбледнул, стал более коричневый. Стал более вот коричневые какие-то у него листья появились. В общем, вот так вот. Да, вот такие вот у меня Колиозы. Ну, конечно, это уже никак не товарный вид у них. Это все уедет сейчас на обрезку, в теплицу, на реанимацию ляжет. Вот такое наше пополнение. Красивые свеженькие цветочки. Сейчас это все мы будем расставлять по местам. Полки помыли, привели все в порядок. Стекло чистенькое. Будем расставляться. Ну вот, прибрала я свой уголочек. Так вот мы выглядим. На стол мы потом положим все наши заготовки. Тут мы уже кое-что сегодня пока убирались, продали. Вот эта белая полка тоже будет предназначена для заготовок, для трав чайных. И вот самая главная экспозиция. Это будут цветочки. Такие вот. Что у нас здесь тут? Хлорофитум хохлаты, Сингониум, Аптения вариегатная. Вот такая вот разрослась. Эсхинантус, Седум моргана, Клеродендру, Гипоцирта, Бугенвилия, несколько бальзаминов. Пока свеженькие, хорошо бы их разобрали. Потому что, когда они стоят какое-то время, здесь очень тепло. Отличается от моей теплицы температура. И вот эти цветочки все начинают опадать. А следующие бутончики, пока это они развернутся. Вот здесь две плюшечки. Это Пинк Чарт розовенькая. А это Пак Блю Сибилл. Так, здесь у нас Бегонии ВЦ. ВЦ это значит вечно цветущие. Ой, вот эта белая прям вообще как шапочка и прям как невесточковая вся такая в цвету. Да, бордовая. То есть с бронзовыми листьями розовая. Так красиво смотрится, сочно. Вот это моя любимец коралловый сорт. Очень красивая, с крупными раскрытыми цветками. Свеженькая такая вся. Вот это тоже ярко-красная с бронзовой листвой. Это желтый орхидоцветковый бальзамин. И два стелларчика. Белый и бронза бутерфляй. Правда они такие высокие не входят в полочку. Приходится их так вот ущемлять. Ну а здесь у меня красотка Рококо. Тоже она не входит в полку, поэтому вот ее бутончики. Ну, кто знает, сразу разберутся, что такое. А здесь яблоневый цвет. Тоже длинные цветоносы. На стол их составить вообще не вариант. Они тогда вообще будут без света. Ну и здесь у меня повис априкот, пак априкот. Вот такая вот красивая плюшечка сочного оранжевого цвета. Вот такая вот. Ну, в общем, вот так вот у меня сейчас все выглядит. Так что, кто в Тайшете и в нашем районе, пожалуйста, заходите. Цветочки все свеженькие. Ну и вообще мы уже потихоньку заселяемся. Потому что на улице уже прохладно. И чаще стали дожди. И на улице работать сложно. Поэтому мы уже приходим в тепло. Ну, на этом, дорогие друзья, все. Сегодня я такую большую работу проделала. Потратила времени много до обеда. Сейчас поеду домой. Там еще у меня ждет картошка. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова